Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Всегда думал, что любил только мужа, но влюбилась в жена, то учился с его стороны вроде бы взаимно, но он переписывается с ещё одной девушкой. Говорит, она тебе не соперница, рассказывает о ней, говорит, чтобы добиться девушке, нужно пообщаться 3 месяца без интимных намёков. Как быть? Сама понимаю, что у отношений нет будущего, но невероятно тянет к нему. Как побороть эту тягу? Вопрос задаётся анонимно. Смотрите, здесь, во-первых, бросаются в глаза то, что вы как-то вот описываете, да, чувство мужчины, то есть говорить, что с его стороны есть чувство, что там ещё одна девушка, с которой он общается, вам не соперница, то есть вот, понимаете, как бы тут у вас противоречие, да, вы противоречиваете, как побороть тягу, а в то же время как-то вот демонстрируете, что женатый мужчина, как бы он вам, ну, что он вам важен, да, вот. Поэтому, может быть, дело не совсем, как бы в любви к мужу для начала, а дело в том, что для вас есть что-то очень важное в том, чтобы вот этот женатый мужчина, да, проявлял к вам какие-то чувства. Поэтому это лучше признать, посмотреть, что это для вас значит, и с чего вы хотите. Это первое. Второе. Ну, когда вы говорите, что всегда думал, что люблю мужа, да, любить мужа, это, конечно, хорошо, но любовь, это не то, что от нас зависит, это первое. Второе, любовь может пройти. И третье, то, что если у вас, ну, в отношениях есть определенные проблемы, если у вас в отношениях есть определенные трудности, если у вас в отношениях есть определенные шероховатства, да, проблематики, которые, например, вы не решаете, или если просто отношения, скажем так, не являются объектом вашего внимания, вашего и вашего мужа, да, то есть, когда отношения становятся, ну, своего рода, рутиной, да, то есть, когда там люди не говорят о том, что их волнует, когда люди не говорят о своих чувствах, когда нет какой-то такой открытости, нет возможности себя проявлять, есть запретные темы, есть неудовлетворенность, есть какая-то диссоциативность в договоренностях, вот, и прочее, прочее, то, как бы, ну, на любви далеко не уедешь, если чувствуешь себя неудовлетворенно. Вот, поэтому нужно в любом случае вам пересматривать свои отношения с мужем, потому что они у вас очевидно неудовлетворительны, вот, можно отношения с мужем гармонизировать при вашем желании, вот, но для этого придется поменяться и, соответственно, как-то изменить своя модель поведения, потому что, ну, то, что вы делаете, например, сейчас, да, то как вы выстраиваете отношения, допустим, ну, с мужем сейчас, вас приводит только вот к тому, что появился женатый мужчина, причем, причем, а, причем, откуда-то здесь появилась еще тема интимных намеков, то есть, для чего вы это говорите, что мужчина, там, сказал, что, чтобы добиться девушку, нужно, там, пообщаться, пообщаться три месяца, там, без интимных намеков, вот, откуда это появилось у нас, что это для вас, значит, тут, как бы, вот, не совсем понятно, понимаете, да, вот, поэтому, как-то, вот, фактов вы накидали, вроде бы, фактов вы накидали, а, как бы, своего отношения, там, как бы, нет, а, то есть, вы говорите, что, вот, влюбилась в женатого, когда думал, думал, что люблю только мужа, ну, важно об этом думать, это нужно чувствовать, вот, тут не надо думать, это чувствовать, думать нужно о том, как выражать свои чувства, вот, это правда, а, думать, что вы любите, нет, это первое, второе, ну, как бы, влюбленность, если вы не реализуетесь, никак, на данный момент, да, то влюбленность, это нормально, влюбленность, может быть, способом, как-то реализоваться, влюбленность может быть способом, себя проявить, вот, поэтому, вы можете любить мужа, но, при этом, вы, вы можете и испытывать влюбленность другому человеку, потому что он для вас возможность как-то о себе заявить, возможность себя проявить и проявить, почувствовать себя живой, вот, понимаете, влюбленность, то есть, это история про вашу внимательность, в первую очередь, к себе, это история про, эээ, ваше обесценивание себя, это история про темы, которые с мужем, со временем вы перестали поднимать, обсуждать, делиться тем тем, тем, к сожалению, и, как мне кажется, с этого, в первую очередь, нужно начинать, да? Дальше, эээ, что касается тяги, ну, вот, тяга, да, о которой вы говорите, что такое тяга, тяга, это больше про потребность, и, как и любая, в принципе, потребность, ваша потребность требует, внимание, уважения и разрешения на адекватное, логичное выражение, проявление и удовлетворение, вот, поэтому бороться с тягой, идея не самая лучшая, мягко говоря, эээ, осознавать, принимать, реализовывать, говорите о ней, о потребности вашей. Куда более продуктивная история. Да, здесь будет, скорее всего, чувство стыда, здесь будет, скорее всего, чувство вины, здесь будет страх, страх, например, того, что муж может не принять вас, что муж может как-то вот, ну, отреагировать негативно, и не буду скрывать, в какой-то степени это, правда, муж действительно может отреагировать негативно, потому что, ну, он, он это думал, что вы одна, он это думал, что вы такая, вот, а вы-то, оказывается, немножко другая, вот, не нужно думать, что вы какая-то плохая, нет, просто люди меняются со временем, и меняется со временем вы, в принципе, вот, это нормально, просто вопрос в том, что вы делаете с этими изменениями. Вот, в определенный момент вы изменились, да, а к себе требовали, ну, от себя требовали, чего? Вы от себя-то от себя требовали оставаться, ну, такой, ну, продолжать быть такой же. А это невозможно, потому что вы уже изменились. И влюбленность это ваши изменения. Вот. Это такие вот концентрированные изменения, которые вы пытаетесь себе заглушить. в том числе, вы пытаетесь заглушить свои изменения, в том числе, через, вот, влюбленность. Это тоже заглушение своих изменений. Вот. То есть я, как бы, направлю свою энергию на мужчину, да, другого, буду себя обвинять в том, что я, вот, такая плохая, да, там, меня тянет, там, на женатого мужчину. Изменяю, там, или хочу, там, изменить своему мужу. Буду, как бы, как бы, винить себя за это, да, вот. Но, как бы, вот, в суть, да, вопроса, именно, именно в суть вопроса я, как бы, смотреть на него не буду. Вот. Я думаю, что это страшно. Это страшно. А суть вопроса, она, заключается именно в том, что глобально по жизни вас что-то не устраивает. И это нормально, абсолютно. Это абсолютно нормальная история. Что значит, что вас, ну, что-то не устраивает. Но нужно это признать. И вот, чтобы это признать экологично, да, потому что, ну, если бы вы могли это признать сами, то ничего бы этого не было. Не было. Ничего. Вот. Из того, что вы описываете. Вот. Чтобы это признать, вам нужна поддержка, вам нужна помощь, соответственно. Для этого, как бы, есть психологи, люди, которые, конечно, к этим занимаются. Вот. А если вы хотите восстановить отношения с мужем, да, как-то их улучшить, то тут нужно уже в первую очередь обозначить проблему. То есть, то есть, перестать как-то скрывать, да, перестать как-то пытаться сделать вид, что ничего не происходит. Вот. И начать об этом хотя бы говорить. Да? Ну, хотя бы. Хотя бы говорить об этом. Ну, вот. Тогда какой-то эффект, какой-то результат не заставит себя остаться. Вот. Вот. Ну, ага. Важное, вот, пояснение, что сами вы самостоятельно этого не сделаете, потому что, если бы могли, уже бы сделать. Я бы рекомендовал изучить треугольник Карпмана вам просто, чтобы понять свое текущее положение, свою позицию. Я бы рекомендовал вам обратить внимание на эту часть вашего вопроса, где вы пишете про то, что чувства с его стороны, с стороны женатого мужчины вроде бы взаимны. Но переписывается еще одна девушка и говорит, что она тебе не соперница рассказывает о ней. Вот это вот. На эту часть обратите внимание. Обратите внимание, да. Что для вас значит, вот, почему вы говорите о его чувствах, не о своих, а о его... Как так получается, что вам важны именно его чувства больше, чем свои? Вот. И... И... Там... Ну, девушка... Как бы... Друга. Вот. Далее вы пишите... Понимаю, что у вас отношений нет будущего. Почему? Почему нет будущего? Невероятно тянет к нему. А это не имеет никакого отношения к будущему. Вот. Вам и не нужно будущего. Может быть. Вам нужно что-то другое. То есть, понимаете, да? Вы требуете даже здесь от себя определенного... Ну, определенные формы, определенные концепции. Да? То есть, если отношения, то обязательно будущее. Ну, это концепция. Понимаете? Ну. Это вам, вероятно, мешает. Там, если не будь у вас концепции, вы бы... В общем-то, гипотетически, могли бы с мужчиной сблизиться, переспать с ним. И... Забыли бы об этом. И уже бы шли дальше. Вот. Да. Проблемы с мужчиной остались бы, но мы могли бы более, так сказать, ресурсно их решать. Ну вот. А из-за того, что вы сами от себя требуете... Вот. Вот. Каких-то фактов, да? Каких-то фактов. Ну, знаете как? В магазине. Например. Вот. Приходит человек в магазин и решает, что не уйдет из магазина, пока не купит пять товаров. Почему именно пять? А потому что, если пять товаров не купил, да, неважно каких, то типа зря в магазин пришел. Понимаете? Вот. И вот человек пытается купить пять товаров, хотя, в принципе, у него как бы все есть. Понятно, что всегда найдется, что купить. И всегда найдется, что хочется купить. Но сам факт, выставление требований к себе, совершенно слепых по отношению к желаниям, к потребностям, к ситуациям. Вот. И к внутреннему миру. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. Я надеюсь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой и обратная связь на меня, в первую очередь, вам для формирования начальных постелатов для работы, да, то есть, ну, для определения основных направлений, вот, для психотерапии, которая уже, по сути, основой для дальнейшей, более глубокой работы. Вам также желательно подумать о возможности вместе с мужем обратиться на консультацию для того, чтобы гармонизировать свои отношения. Вот. Если он согласен с тем, что у вас есть проблемы.